Каски, посуда, защитные конструкции. Передвижной музей поисковых работ развернулся в клубе застава «Рубеж» 18 сентября. Здесь собраны находки Союза поисковых отрядов России. Предметы найдены в совершенно разных регионах нашей страны и там, где в свое время проходили тяжелые бои. Об экспонатах поисковики рассказывают сегодня юным армейцам. Конструкторы разработали такую вот конструкцию из нескольких деталей, которые закрывают не только грудь, но и живот, и за счет вот этих вот полос получается достаточно гибкая конструкция. Но, тем не менее, защищающая от пуль и от мелких осколков. Таким образом, Союз поисковых отрядов России совместно с объединением ветеранов пограничной службы «Рубеж» и областным военным комиссариатом отпраздновали день рождения Советской Гвардии. Ровно 80 лет назад, 18 сентября 1941 года, в Красной Армии впервые было введено понятие «гвардейская часть». Поисковики, чья деятельность связана с историей, не могли обойти эту дату стороной. Союз поисковых отрядов России занимается поиском и эксгумацией бойцов Красной Армии. Тех, которые не дошли, те, которые остались на полях сражений. Это очень важный и наболевший вопрос. Он был, есть и остается. На тех же местах, где уже происходили поиски, раскопки, мы находим и находим все больше и больше бойцов. Меньших, к сожалению, пока еще не становится. Например, ну, возложение цветов. Щега наш. Цветы возлагает к могиле командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Афанасия Белобородова. Дивизия прошла от Москвы до Кенигсберга. И когда уже после войны Афанасий Павлович умер, он завещал себя похоронить там, где его дивизия понесла наиболее серьезные потери. И он сказал, я должен лежать с теми ребятами, которые легли, защищая эту землю. И я считаю себя отчасти виноватым в этих потерях. И я должен лежать с ними. Вот такой был человек. Я родился, и моя семья, мы коренные жители Дедовска. И когда эвакуировали нашу каждую фабрику, уезжали, значит, вот. Приехали сибиряки. И они размещались у нас вот в частных домах. У нас там типа такого штаба, что ли, было небольшого. Меня кормили из полевой кухни. Такая вкусная каша была. У меня 85-й год. Я просто не забуду эти времена. Такая вкусная была, понимаете, концентраты. Я такой еще не ел после войны. Николай Сергеевич приехал сегодня с подарками от Дедовского совета ветеранов. Книга, выпущенная к 40-летию организации, перешла в руки помощника военного комиссара Московской области Станислава Протасова. А юные армейцы получили в подарок журнал «Они штурмовали Рейхстаг», где напечатана история нашего земляка Владимира Макова. Маков Владимир первый водрузил с нами 30 апреля над Рейхстагом. Мы сегодня добились того, что на его доме, где он жил, восстановили доску памятную. Были подарки и от спонсоров. Компании по производству установок для переработки ТБО и мусоросортировочных комплексов. Это научно-производственное объединение инновационной технологии и группа компаний «Мегалеон». Они привезли комплекты камуфлированной формы для группы оперативного реагирования. В свою очередь, областной военный комиссариат наградил участников мероприятия грамотами и медалями. Советник председателя правления Союза поисковых отрядов Макаров Игорь Владимирович. Все люди, собравшиеся здесь, это люди, которые горят этим, горят своим делом. Даже нельзя сказать, что это хобби. Это не хобби. Это порыв души. Это внутреннее состояние твоего ума. К слову, поисковое движение сейчас очень популярно в нашей стране. По словам представителей Союза поисковых отрядов России, все больше молодых людей вступает в их ряды. Полина Громова, Михаил Моралов, ИСТР РФ